Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный тортик Рафаэла, без продуктов животного происхождения. В миску всыпаем кокосовую стружку, белый сахар, щепотку соли, вливаем теплую воду, растительное масло без запаха, пару капель экстракта ванили, если у вас ванилин, то на кончике ножа. Все перемешиваем венчиком, в муку добавим 10 грамм разрыхлителя и просеем все это в нашу жидкую смесь. Затем возьмем лопатку и хорошенько перемешаем. Напоминаю, что количество продуктов и нюансы приготовления вы, как всегда, найдете в описании. А тесто должно получиться вот такой консистенции. Дальше можно взять обычную форму и выпекать, как привычный тортик. А можно сделать, как я. На застеленный пергаментом противень выкладываем тесто, разравниваем. Толщина теста должна быть примерно 1 см. Отправим в духовку, разогретую до 180 градусов, приблизительно на 20-25 минут. Вы должны ориентироваться по вашей духовке. Главное, не пересушить. Займемся кремом. В кастрюлю вливаем стакан растительного молока, рисового, соевого или овсяного, любого. И стакан жирного кокосового молока. Добавляем 3 столовые ложки кукурузного либо тапиокового крахмала. И любой подсластитель. У меня это сироп топинамбур, но лучше все-таки взять белый сахар. Тогда крем будет белоснежный. Отправляем кастрюлю на огонь на средний. Варим, помешивая, до загустения. Корж испекся. Положим, пока его на решетку остывать. Вот такой крем у нас получается. Его нужно накрыть пленкой в контакт и отправить остывать, например, на окно. Корж я разделяю на 4 части. У меня будет квадратный тортик. И его лучше, конечно, резать, пока он теплый, чтобы не ломался. Кстати, не обязательно делать тортики. Я часто делаю эту вкусняшку и просто произвольно нарезаю корж вот такой тонкий. И в качестве печенья входит на ура. Можно обмакнуть в какой-нибудь белой глазурь лимонной. Тогда вообще получается супер вкус. Теперь собираем торт. На дно выложим немного крема, чтобы коржи не ерзали. Дополнительно коржи я пропитываю кокосовым молоком. Без всяких добавок. Складываем слой крема. Разравниваем. Сверху корж, пропитка, крем, корж. Как видите, у меня всего три коржа, потому что четвертый был беспощадно съеден, как хрустящая печенька. Покрываем кремом весь наш тортик и посыпаем кокосовой стружкой. Отправляем тортик на ночь в холодильник. А утром получаем нежнейшую вкуснятину с ароматом кокоса. Вообще этот десерт не оставит равнодушным ни одно живое существо, даже котов, проверено на практике. Это простой рецепт. Он не требует перьев из гривы единорога. Все продукты доступны. Всегда получается настолько вкусно, что превосходит все ожидания, если честно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого рецепта. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч!